Начала бегать и до сих пор не могу остановиться. Именно так Светлана Горшкова описывает свою любовь к физкультуре. Работая на заводе в Орске, она создала женский спортивный клуб. Под ее руководством коллеги становились лидерами на различных спортивных соревнованиях. Заметили, что занимаюсь спортом, и когда работая на предприятии, я начала вести группу здоровья для женщин, аэробику уже для работающих. Мы выезжали на соревнования, между цехами уже спорт разливался в городе и на заводе. Соревновались в городских мероприятиях. Благодаря спорту я побывала во многих городах. Выезжаем на соревнования, марафоны, полумарафоны. И у меня много знакомых не то, что в городе, но и в других городах, и мы общаемся. На пенсии Светлана продолжила заниматься физкультурой. Она стала капитаном команды «Спортивное долголетие» и продолжает защищать честь родного города. Я не думаю про возраст, и все, занимаюсь, бегаю. Спорт дает здоровье, общение, дисциплину, дисциплинирует. Так что и можно успеть все сделать. И пробежаться, и пообщаться, и сделать свои домашние дела, и привлечь еще свою семью к спорту. Глядя на меня, и детки мои занимаются спортом, и внуки. А вот любовь Анны Мельниковой к родному краю началась с выпуска книги «100 деталей Бузулука». Старинные здания, образцы деревянного зодчества, переплетения прошлого и современности. Все это имеет особую значимость для Анны. С командой друзей и волонтеров активистка отреставрировала уже семь домов города. Ну, раз я это могу сделать, почему бы не сделать? Это не так сложно, как кажется. Мне было интересно, я люблю стройку, я люблю строительство, я люблю наследие, я люблю архитектуру. Дом у нас есть свой, которым мы его сохраняем уже третий год, и будем продолжать им заниматься. На базе этого дома будет культурное пространство, куда могут художники приезжать, поэты, скульпторы. И будем поддерживать там творческую молодежь и проводить разные культурные мероприятия. Ну, вот это основная задача. Премия «Женщина Оренбуржья» стала уже традиционной в регионе. За более чем четверть века ее присудили 151 жительницы области. А количество номинаций увеличилось с трех до восьми. Дорогие женщины, за вашими победами годы возраста, решились вера в себя и свою идею. Конечно, ваш поверок доходает и мотивирует много, в том числе и мужчин. Спасибо всем за активную жизненную позицию, профессионализм, искреннее желание работать на благородного края. Все наши усилия, несомненно, для наших детей, для будущего. Всего на участие в конкурсе было заявлено 113 претенденток. В том числе в номинациях «Женщина и милосердие», «Деловая женщина», «Женщина-мать» и другие. Алена Гадяева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.